Всем привет! Дядя Юрь дает прогноз на матч 17-го тура английской премьер-лиги Челси Эвертон. Встречаются 3-я и 14-я команда АПЛ текущего сезона. В матче 16-го тура Челси на финишной ленточке вырвал победу у лица. Челси снова неприятно удивил в плане большого брака в обороне и двух пропущенных мячей. И лишь гений Лукаку, который грамотно использовал на последних секундах матча небольшую плотность защитника, позволил синим вырвать победу благодаря второму пенальти. Ну и Жоржиния молодец, хорошо пробил оба пенальти и принес своей команде победу. Эвертон проиграл 1-3 кристалл Пелес. Здесь запросто могло бы быть и 2-2, но получилось 3-1. Пелес ожидаемо были агрессивны после череды нулевых матчей, но при счете 2-1 у Ирисов был выход 1-1, который потащил Гуайта. Точку в матче поставил Галлахер, оформивший дубль на 90 плюс 3-й минуте матча классным ударом со средней дистанции в дальнюю девятку ворот Пикфорда. Очные матчи В последних 10-ти очных матчах у Челси 5 побед при 3-х поражениях 2-х ничьих. 8 из 10-ти матчей соперник отыграли на обе забьют нет и 6 на тотал меньше. В последних 5-ти очных матчах побеждали только хозяева. Эвертон не забивал в ворота Челси в 3-х последних выездах. Челси сейчас идет на забивную серию с 4-х матчей, что немного не характерно для синих. Куда чаще Челси играл в ноль, но видать Гены потихоньку берут свое и команда Тухеля постепенно превращается в команду Лэмпорда. В домашних матчах пенсионеры бьют сугубо победными дуплетами и после валидольной победы над Литцем в предыдущем матче, на очереди стоит как бы вторая победа, которая обычно бывает сухой и уверенной. Эвертон идет по натоптанной дорожке, хорошо и старт сезона, провальная середина, неплохой финиш. Ириски по делу проиграли на Селхэрспарк и в игре на Стэнфордбридж у команды Бенитеса откровенно немного шансов. Как и у Челси, у Эвертона идет серия с 3-х матчей на тотал больше и обе забьют, да. Это первая такая забивная серия Ирисок в этом сезоне. На выезде Эвертон играет плохо, только одна победа. В очных матчах в этой паре в последние годы побеждают исключительно хозяева, причем гораздо чаще в сухую. Но последние три матча уже были нулевыми. Скорее всего данная тенденция должна бы быть продолжена и тут можно ждать чего-то в районе 2-0 плюс-минус гол туда-сюда, но скорее, наверное, все же 3-1, чем 1-0. Должен бы Челси подсобраться и отыграть более надежно в защите, как это умеет делать. И до Эвертон должен бы поупираться. Последние четыре выезда команда проиграла, пропустив 9 голов. Не должны бы здесь гости так уж много проиграть. Последние пять текущих матчей Челси отыграл на обе забьют. Да, это очень длинная забивная серия для команды Тухеля. У Эвертона три последние матча на обе забьют. Да, между собой команды чаще играют в ноль. Вроде бы как должен бы здесь остаться хотя бы 1-0 на табло после матча, но что-то подсказывает, что его не будет. Из связки тотал меньше 3,5 и обе забьют нет победа хозяев. Самый высокий коэффициент стоит на обе забьют нет 1,59. На тотал меньше 3,5 и 1,44. На победу хозяев 1,25. Как видим, на все ожидаемые варианты даются очень низкие коэффициенты. Скорее всего, здесь Челси, если выиграет, то сделает это уверенно. А если не выиграет, то будет ничья. На низовой матч дали очень высокий коэффициент. Это дает возможность взять тотал меньше 3,5 и за 1,44. Такой вариант смотрится вполне респектабельно. Но вчера Мансити сделал лиц на 7-0. Возможно, что этот тур АПЛ получится очень веселым. Поэтому как-то не очень хочется здесь брать тотал меньше 3,5 и за 1,44. И, наверное, более предпочтительно пойти в противоход и взять здесь вариант именно тотал больше 2,5 за 1,76 в надежде либо на 3,0, либо если игра пойдет у хозяева. А если не пойдет, то здесь будет 2,1 или 2,2. На роль доходного варианта здесь можно подумать над обе забьют да или над голом Эвертона за очень высокий коэффициент. Предыдущий тур АПЛ получился нулевым. 6 из 9 матчей. 17-й тур тоже начался с двух нулей. Обычно после таких нулей начинаются забивные матчи. И здесь уже лучше взять, наверное, все же гол Эвертона за 2,20. На этом все. Дядя Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы.